что же там происходит после смерти Сталина, все слышно и видно, шикарно, которое случилось 5 марта 1953 года, и правда, ну, все-таки, это так, хоть и за несколько дней уже стало понятно, когда он заболел, но молниеносно, и члены партии к этому так не готовились, несмотря на глубокий взрослый возраст вождя, и вот в последние часы его жизни уже делилась власть между приближенными Лаврентием Берией, Никитой Хрущевым, Георгием Маленковым и Николаем Бухарьевым, и первоначально лидерство в партии, конечно же, имел Берия Всесильный, здравствуйте всем, кто присоединяется, Берия решил заигрывать с обществом и либерализовать внутренний курс, он занял пост министра внутренних дел и подчинил министерству, министерству государственной безопасности, он, значит, закрыл дело врачей, эти лица, которые подвергались допросам, были арестованы, вдруг оправданы и восстанавливаются на работе, начал амнистию уголовных заключенных и завершил участие советских войск в Корейской войне, но его соратники по партии понимали, что это за лицо такое Берия, который ранее был главой НКВД и, по сути, также занимался террором, занимался потом ядерным проектом и его опасались, поэтому Берию обвинили в том, что он шпион в пользу Америки, летом арестовали, ну и, как говорят источники, в декабре 1953-го расстреляли. Маленков при этом являлся председателем совета министров, а Хрущев был первым секретарем, вот пост генерального секретаря вскоре переименуется в пост первого секретаря, между ними тоже разворачивается конкуренция. Так как в сельском хозяйстве был суровый кризис, давайте вспомним, что в 1946 году из-за неурожая, высоких планов на колхозе, случился еще один голод, умерло более миллиона человек, и здесь явно нужно с этим что-то решать, все-таки Советский Союз государства социальное, как оно о себе заявляет, да и те лица, которые пришли к власти, они не настолько суровые и не настолько, наверное, горящие идеей вот все бросать на производство техники, ну как-то и людей кормить тоже хочется, и чтобы жили они как-то получше, и Маленков заявляет о том, что надо развивать легкую промышленность, ну и Хрущев говорит, как это так, туда-сюда, и в 1955 году Маленкова тоже понижают в должностях, и получается, что лидерство в партии, несмотря на заявленное коллективное руководство, на таких принципах коллективного руководства, и в принципе должно было строиться управление советским государством, еще от прихода большевиков к власти, кстати, Ленин этого коллективного руководства придерживался, но вот Хрущев тоже потихонечку начнет формировать собственный культ личности. В 1956 году происходит 20-й съезд партии КПСС, такое название партия получила на 19-м съезде в 1952 году, и здесь вот съезд, как обычно шел, ну была провозглашена доктрина мирного сосуществования, как термин, мы скажем, что это концепция внешней политики Советского Союза, провозглашенная на 20-м съезде КПСС, согласно которой возможно мирно сосуществовать государством с разным строем, в том числе социалистическим, с капиталистическими, но потом началось закрытое заседание, на котором Хрущев начал критиковать Сталина, он обвинял его в том, что Сталин пренебрегал коллективным руководством, использовал репрессии в качестве политической борьбы, сфабриковал ряд репрессивных дел, роль Сталина в Великой Отечественной войне преувеличена, ну и города, в честь Сталина переименовывались, вот это преступление уж точно огромное. И мы должны помнить, что при критике культа личности Сталина не затрагивались такие процессы, как индустриализация, коллективизация, потому что люди, осужденные за эти процессы, они как бы отбывали наказание, до сих пор некоторые. А еще индустриализация и коллективизация все еще были основой советской экономики, и как-то их осуждать, ну понятно, это привело бы взрыву общественного недовольства и попыткам людей, ранее понесших наказание, восстановить справедливость. В июне 56-го года вышло постановление о преодолении культа личности и его последствий, и начинается частичная реабилитация жертв репрессий. Очень важно, частичная, ребят. Тело Сталина вылез сына из Мавзолея, он там лежал вместе с Лениным, и захоронено у Кремлевской стены, там он лежит по сегодняшний день. Сталинград в 1960-х годах переименовывается Волгоград, и такое название он носит по сегодняшний день. Несколько слабеет давление на культуру, и приоткрывается железный занавес, но тоже не открывается, а приоткрывается. Восстанавливаются отношения с Югославией. У Броза Тита был конфликт со Сталином, теперь если Сталина осуждают, ну как будто бы нету никаких преград для того, чтобы с Советским Союзом помириться, но при этом сотрудничество не будет всесторонним. Но есть негативные последствия развенчания культа личности. Разрываются отношения с Китаем, потому что Мао Цзэдун говорит, как вообще можно критиковать, во-первых, Великого Сталина, во-вторых, это же, конечно, снижает авторитет вот этой социальной датрины в мире. Понижается авторитет Советского Союза в социалистическом лагере. В Венгрию вводятся войска, потому что венгры, ну, видя это осуждение внутри Советского Союза сталинской доктрины, пытаются как-то немножко от нее отойти, а Советский Союз боится утраты контроля иностранными соцлагеря. Происходит раскол в партии, потому что ряд членов боятся, что их тоже ждут репрессии за участие в репрессиях в сталинские времена. Происходят протесты в Грузии, и случается раскол в обществе, потому что ряд людей, они верят вот в этот культ личности Сталина, и они не согласны с тем, что его критикуют. Кто-то не согласен с тем, что критика носит ограниченный характер, и вообще принимать правду это очень тяжело. То есть люди на протяжении нескольких десятилетий жили в том, что вот есть вождь, который правда ведет к нас светлому будущему, и когда говорят, что все это было неправдой, человеку очень тяжело воспринять это и как-то потом с этим существовать. И вот старые партийцы решили в 1957 году остранить Хрущева от власти, потому что он слишком непредсказуемый, потому что размечание культа личности, вот как мы видим, снижает авторитет СССР на международной арене, приводит к разрыву отношений с Китаем. И кто знает, это вообще может вылиться в какие-то военные столкновения. И Маленков, Каганович, Шипилов предприняли попытку отправить Хрущева в отставку, но она не удалась, потому что Хрущева поддержали члены различных отделов партий региональных и поддержал Жуков. И так как выступление не удалось, то мы называем его антипартийной группой. Вы посмотрите, как хитро придумал Хрущев, что выступление не против него лично, а против целой партии, значит, против государства. И вот этот процесс развенчания культа личности Сталина назывался десталинизацией. После Хрущева он, конечно, пойдет на спад. Члены антипартийной группы смещены со своих постов, но не арестованы и не расстреляны, что, конечно, очень важно. В 1959 году произошел 21 съезд партии, на котором случился переход от пятилетнего плана к семилетнему. Семилетка, первый секретарь, совна архозы вместо министерства, это будут нам огромные подсказки, что речь идет о Хрущеве. Но и на 22 съезде партии в 1961 году была принята программа КПСС, согласно которой надо построить коммунизм к 1980 году. Мы обсуждали, что таких обещаний давать ни в коем случае нельзя. И вот что свидетельствует о волюнтаризме, принимаемых Хрущевым решением. Значит, он, ну, во-первых, закрывается ГУЛАГ, вот эти трудовые лагеря, конечно, ужасный эксперимент советского общества, он много обсуждается по сегодняшний день. Многие люди ищут своих репрессированных родственников по сегодняшний день. Но так как эта структура закрывается, и она ставится в вину Сталину, то становится возможным напечатать произведение самим узникам лагерей, Солженицыным. Но никто пока не осознает, разрешит Хрущев или нет, можно ли зайти так далеко. И вот Твардовский, редактор «Новый мир», тот самый, который написал Василий Теркин, предлагает Хрущеву такое произведение опубликовать, и Хрущев соглашается. При этом Пастернака исключают от союза писателей за произведение доктора Живага и запрещают ему получить Нобелевскую премию. Ну и Хрущев дает соглашение на выставку художников-авангардистов в Манеже, то есть он говорит, ну да, социалистический реализм, но вообще-то направлений в творчестве много, экспериментируйте, и потом сам же жесткими словами этих художников и выставку осуждает. Ну и при Хрущеве возобновляются гонения на церковь и верующих. Что происходит в науке и космосе? В 1953 году была испытана первая водородная бомба, созданная Сахарова. В 1954 году в Подмосковье, в Обнинске открывается первая в мире атомная электростанция. В 1957 спускается первый атомный ледокол «Ленин». В 1957 запускается первый искусственный спутник Земли, созданный Сергеем Королевым. Напомню вам, что у истоков космонавтики стоял еще один русский ученый Циолковский. В 1960 году летят белка и стрелка, и вот я недавно читала, что там собачки, крысы, обезьяны летали, и как много сделали животные для того, чтобы человеку было, ну, относительно безопасно находиться в космосе и исследовать это пространство. И 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин осуществляет первый полет человека в космос, потом в 1963 первый полет женщины в космос Валентины Терешковой, которая жива и поныне, и в 1965 году первый выход в открытый космос, осуществленный Алексеем Леоном. Ну, возможно, вы знаете, что Валентина Терешкова в Госдуме там предлагала и поправки в Конституцию, обнуление президентских сроков, то есть на сегодняшний день эта личность опять на слуху. В сельском хозяйстве происходит преобразование колхозов в совхозы, колхозникам начинают назначать зарплаты, вводятся паспорта, то есть у них появляется личная свобода. И правда, посмотрите, как это социально и как это заботливо о людях. Вводятся пенсии для колхозников, повышаются закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, производимую колхозами, отменяется сначала налог на проусадебное хозяйство, то есть у крестьян есть своя дачка, они могут с нее кормиться, питаться. Пенсии-то да, но кто читал Матронин дворца у Женицына, ну, он, конечно, отражает и ситуацию в колхозах, и положение древенских жителей. Знаешь, что эта пенсия, ну, была маленькой, то есть она классная, что она есть, но в целом на добротную жизнь ее не очень-то хватает. И вот этот приусадебный участок, его сначала разрешают увеличивать, но потом из-за неудач в сельском хозяйстве Хрущев говорит, ага, это дело не в моих ошибках, а в том, что крестьяне все свое внимание уделяют на личное приусадебное хозяйство, а не на работу в колхозах, поэтому на крестьян опять начинают наседать, и вот эти дачки им сокращают. МТС преобразовывается в РТС, ремонтно-тракторные станции, и ликвидируются малые и неперспективные деревни, так называемое укропнение деревень происходит, ну, и сегодня этот процесс, по сути, продолжается, когда там какая-нибудь маленькая деревушка, живет пару деток, и, например, их потом отправляют в соседнюю школу, а в этой школе, в этой деревне школа закрывается, или вообще сама деревня, и людей просто, им предлагают более удобное и комфортное место жительства. С 1954 года, чтобы увеличить поступление зерна в государство, увеличить экспорт, и чтобы показать успехи социализма, осваиваются залежные земли, целинные, залежные, но плодородные, на территории Казахстана, на территории Сибири, но оказалось, что освоение целины, с одной стороны, один год она урожайная, а другой год нет, деньги из привычных регионов Советского Союза, они изымаются и отправляются на освоение целины, ну, представьте, Казахстан, Сибирь, сколько людей нужно перевезти, сколько техники туда нужно перевезти, а еще освоение целины, оно очень сильно вредит климату и приводит к опустыниванию почв, в общем, целинная кампания не удалась. После поездки в Америку Хрущев зажегся идеей посадить кукурузу, потому что она дает большую урожайность, одно зернышко посадил, у тебя 100 выросло, но оказалось, что климат Советского Союза также не пригоден для промышленного выращивания кукурузы, так-то, может, на дачках у нас растет 1-2 початка, но не больше, вот страну кукурузой не прокормишь, и опять деньги вытащены из пшеницы, там, из ржи, из ольна, которые обычно высаживались в Советском Союзе, им не хватает, и кукурузная кампания тоже приводит к провалу. Мясомолочная кампания, догоним и перегоним Америку по производству и потреблению мяса, привела к тому, что партийные члены пытались выслужиться и забивали мясо больше, чем нужно, ну, животных, конечно же, мяса это было некуда деть, заводов по производству тушенки недостаточно, и как бы все отчитались, план перевыполнен действительно, как всегда, не просто выполнить, а перевыполнить, но на следующий год оказалось, что ни мяса в достаточном количестве, потому что животных забили, ни молока, ни масла, ни творога, всех привычных, вот люди, которые переезжают, они так скучают по творогу, по сметанке, по молоку, а тут ты в Советском Союзе находишься и тоже скучаешь, потому что товаров недостаточно, они дорожают, а зарплаты растут, но при этом не так, как ценами, и здесь у нас это отразится на событиях в Новочеркасске, если вы уже успели вспомнить. В чем причина вот этих неудач сельскохозяйственных реформ Хрущева? Волюнтаризм в принятии решений, в том, что это решение просто из головы, не потому что ты понимаешь, что у тебя создана вся база для успешной реализации, а потому что тебе так захотелось, ты считаешь, что это круто, может, я тоже считаю, что мне сегодня круто в космос полететь, но насколько у меня это получится, и насколько я в этом достигну успеха. Плохой аналитики возможности реализации решений и отсутствие критики решений партийного секретаря, первого секретаря со стороны других членов партии боятся, не знают же еще, что Хрущев расстреливать не будет. И как-то и надо ему сказать, что типа, э, ну подумай, а страшно. Либо, ну, хочется таким образом выслужиться и самому повыситься по карьере. Вот Брежневу везло, он занимался целиной, когда он занимался, там урожай был, ну, так вот года выпали просто, климатические, он поднимался по службе. Социальная политика в городе. Снимается он для рабочих, для горожан, снижается продолжительность рабочего дня, повышаются зарплаты, отменяются все виды оплаты за обучение, и происходит масштабное же строительство хрущевок. Хрущевок, напишите, пожалуйста, в чате, что такое хрущевки. И несколько десятков миллионов семей получают отдельные квартиры. Конечно же, это успех, и опять-таки мы давим на то, что это проявление социального государства, которое заботится о своих гражданах. Что происходит в административном управлении? В 54-м году Крым, как регион Российской Республики в составе СССР, юридически передается Украинской Республике в составе СССР. А потом, когда Советский Союз распался, собственно, Крым так и продолжал сохраняться за Украиной до 2014 года. Как возможно, ну и невозможно, вы точно должны это помнить, потому что вхождение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 – это обязательно у нас для ЕГЭ-дата. И министерства, центральные отраслевые ведомства преобразуются в совнархозы, территориальные органы отраслевого управления. И реформа оказалась неудачной, потому что старые, с одной стороны произошло такое некое хозяйственное оживление, а с другой старые хозяйственные связи уже налажены и были нарушены. И еще местная администрация, ну, начиная злоупотреблять полномочиями, получив вот эти более расширенные возможности в управлении. И да, это многоквартирные панельные дома, массовое строительство которых началось в период управления СССР Хрущевым. Вы умница, потому что началось при Хрущеве, на самом деле частично продолжится и дальше. И, кстати, вот такие же типовые панельные дома возводились и в странах соцлагеря. И в 61-м году была проведена денежная реформа, произошла деноминация и девальвация рубля, и снизилась себестоимость денег. Экспорт приносил большие доходы, потому что в Советском Союзе платили небольшие зарплаты, ну и цены-то низкие на товары. Людям хватало вот в соотношении, сколько заработал, сколько могу себе позволить. Экспортировали задорого, тем самым сверхдоходы в бюджете, но потом это вызовет массу проблем. И в июне 62-го года рабочие Новочеркасска устроили забастовку из-за повышения цен на продукты привычные питания, а зарплаты понизились. И по демонстрации было применено оружие. Это, по сути, такое все основное по внутренней политике, что нам нужно знать. И я даже как-то и сама так сейчас сижу, рассказываю вам, и думаю, ох, как здорово, достаточно быстро, такой большой блок мы с вами пробежали, как будто бы все так логично складывается. Что у нас происходит во внешней политике? Напоминаю, что внешнюю политику после Второй мировой войны мы делим на холодную войну, это все, что с капиталистическими странами, и на взаимоотношения со странами социалистического лагеря, которые ориентировались на Советский Союз, их называют таким словом сателлиты, то есть страны, которые не могут быть полностью самостоятельны в своей внутренней и внешней политике, и ориентируются на Советский Союз. В чем позитивные черты? Происходит сотрудничество экономическое, научное, через СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, созданный в 1949 году. Хрущев даже осуществил визит в Китай, попытался помириться с Китаем, но не вышло. В конечном итоге восстановлено отношение с Югославией. В ходе того, что на Кубе победила социалистическая революция, ну и к власть пришел Фиделька Астра, социализм там тоже строится, вот еще одно государство присоединяется к соцлагерю, и Советский Союз расширяет свое влияние, оказывая помощь странам, которые освобождаются от колониальной зависимости. При этом Советский Союз вмешивается в те же венгерские дела внутренние, при этом падает влияние Советского Союза в странах соцлагеря из-за критики культа личности Сталина. Вот здесь про Брозе Тита, запоминаем, что помирились. И в 1955 году создается военный блок социалистических стран в противовес НАТО, организация Варшавского договора или ОВД, который присутствует до 1991 года, либо в факте, вы можете сказать, до 1990-х годов. Это тоже зачтется. Кто сюда входил? ГДР, Германская демократическая республика, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, а вот Югославия, несмотря на то, что помирились, не вошла. Ну и в Венгрии руководство местное, узнав, что в Советском Союзе критикуют Сталина, а ведь правительство сформировалось при Сталине в Венгрии, оно как бы про-сталинское, тогда, может быть, его нужно сменить, нужно провести реформы, потому что в экономике все негладко, и Советский Союз за такую самостоятельность вводит войска в Венгрию, им Ренадия, премьер-министра, вывозят Советский Союз и даже расстреливают, то есть здесь достаточно много жертв, и, конечно, это было осуждено и капиталистическими странами, и страны соцлагеря так посмотрели, им это не очень понравилось, но вот Советский Союз показал, что он все-таки решающую роль в социалистическом мире играет. Здесь у нас с вами про Китай, отношения разорваны, и потом при Брежневе это вообще дойдет до вооруженных столкновений, ну и что же происходит с Западом? Конечно, вывод советских войск из Кореи, позитивное явление для СССР, имеют все во внутренние дела, но Корейский полуостров родился на два государства, Северную и Южную, как их мы называем, в 1955 году советские войска выходят из Австрии, ну и дальше Хрущев первым из советских лидеров посещает Америку, вот в 1959 его пригласил президент Эйзенхауэр, потом Хрущев выступает на заседании ООН, и даже пытались странно договориться об открытом небе, чтобы можно было понимать, где у кого ПРО стоит, сколько его, и это на самом деле путь к разрядке, путь к мирному взаимодействию государств, но Хрущев этого опасался, а вот в 1962 году произошли страшные вещи, такие как Карибский кризис, ну и до этого в 1961 году была возведена Берлинская стена, проблема в том, что в Восточном Берлине население пользовалось вот этими благами социального государства, получала бесплатное образование, там достаточно низкие цены были, а потом шло в капиталистический западный Берлин, или просто бежала вот в эту западную Германию, в РГ. И Хрущев это надоело, он попытался это преодолеть, могло дойти, кстати, даже до военных столкновений, были введены танки, но потом решили возвести Берлинскую стену, так просто, давайте избежим войны путем разделения населения Берлина на несколько десятилетий, эта Берлинская стена была снесена только в конце 80-х годов. И это второй Берлинский кризис, первый в конце 40-х по созданию ФРГ, объединению Тризонии капиталистической и созданию ГДР, вот, пожалуйста, еще и Берлинскую стену возводят. И в октябре 62-го года происходит так называемый Карибский кризис, из-за того, что Советский Союз пытался разместить свои ядерные ракеты на Кубе, при этом у Америки уже есть ракеты в Европе, они легко могли ударить по Советскому Союзу, то здесь мы можем сказать, что как бы хитренькая идея, но не совсем, это повышало бы безопасность Советского Союза, и, возможно, даже повышало бы там вероятность неиспользования этого ядерного оружия, ну, хоть его и так не использовали, ну, типа, если Америка знает, что вот до Советского Союза долетят ракеты за столько, но Советские с Кубы ответят примерно за такой же промежуток времени, то тогда что их использовать? Но Америка выразила свое крайнее несогласие с размещением советского ракет на Кубе, и Кеннеди, собственно, выставил ультиматум, надо выводить ракеты, тогда Советский Союз говорит, а вы свои ракеты из Турции выводите, и вот эта ситуация была очень горячей, когда мир мог оказаться на грани Третьей мировой ядерной войны, но все-таки ее удалось избежать, потому что в том числе лидеры государств были готовы к переговорам, и Советский Союз, правда, ракеты с Кубы вывел, а вот Америка свои обязательства не выполнила, и впоследствии вот этого Карибского кризиса были созданы предпосылки для разрядки, уже в 63-м году подписан договор о запрете испытаний ядерного оружия в трех средах, в воздухе, на земле и под водой, только под землей, можно потому что у недр земли достаточно высокий ядерный потенциал, удалось избежать Третьей мировой войны, здорово, понизился авторитет Хрущева внутри партии, и снизился авторитет Советского Союза в социалистическом лагере. Вот в октябре 64-го года члены партии, в том числе, которым Хрущев очень сильно доверял, которых Хрущев любил, например, Брежнев, вот здесь мы еще видим Суслов, Малиновский, Семичастный, Подгорный, они решили сместить Хрущева, предъявили им определенные претензии, и тут Хрущев уже, в отличие от этой антипартийной группы, не сопротивлялся, все принял, ну и ушел в отставку, его отправили на почетную пенсию. Здесь мы с вами видим памятник на могиле Хрущева, который создал скульптор, неизвестный в культуре, это может попасться. И дальше у нас начинается так называемая эпоха застоя. По значению в истории, первые удары руководства страны, Брежнева, Андропова и Черненко. Леонид Ильич Брежнев управлял Советским Союзом 64-го по 82-е, кстати, поначалу не казалось, что это будет застоем, начинал он весьма неплохо, но из-за консервативной направленности многих политиков, из-за несменяемости кадров, кризис вовремя не заметили и не смогли его преодолеть. Какие политические преобразования? Восстановление должности генерального секретаря вместо первого секретаря, отказ от активной критики культа личности Сталина, по сути происходит ресталинизация, и значит происходит завершение активной реабилитации, все, людям не возвращают доброе имя. Восстанавливается идеологический контроль над наукой и культурой, но при этом развивается андеграундная культура, то есть в целом, если власть видит, что какие-то деятели ей не очень опасны, ну, пускай там подпольно песенки поют, подпольно, может быть, выставки устраивают, ну, ничего. Конечно, официально такую культуру распространять было нельзя, но сильно их не трогали. Хотя, например, тому же Высоцкому запрещали выезд из Советского Союза, что для него было больно. С семейной точки зрения его жена жила за рубежом. Несменяемость политических кадров происходит, это приводит к устареванию политиков, неспособности их в полной мере реализовывать свои должностные обязанности, и в 1977 году издается новая и последняя для Советского Союза конституция, потому что сюда нужно было внести хельсинские соглашения, потому что здесь окончательно утверждается шестая статья о руководящей роли партии, и уже юридически прописано, что только члены партии могут занимать партийные государственные должности, и за населением опять сохраняются основные права и свободы на образование, на медицину. Вопрос только в качестве, что это не всегда оно было самого лучшего, если мы про медицину говорим, но зато люди понимали, что если у них там что-то болит, болит зуб, они придут в больницу, им бесплатно помогут, и опять-таки мы с вами видим, что сегодня первое высшее образование бесплатно, и медицина бесплатно, и государственные клиники, ну если говорить про Москву, вот то, что у меня на районе, очень хорошо обеспечены техникой, и получается, что это как бы последствия Советского Союза, что Россия как правоприемница СССР сохранила все это для своего населения. Будем смотреть, как ситуация дальше развивается, потому что сейчас там депутаты выдвигают такие инициативы, или иногда просто разговоры, что если мы предоставляем человеку бесплатное образование, то надо вводить для него вот это обязательство, пять лет отрабатывать по специальности, как было в Советском Союзе, кстати, сейчас у нас этого нету, то есть поучился, государство заплатило очень большие, кстати, деньги, даже в регионах, а человек потом пошел, ну не знаю, что-нибудь другое делать, но не по той сфере, в которой он обучался четыре или пять лет. И мы немножко с вами отошли, поговорим про экономические реформы, которые осуществлял председатель Совета Министров Косыгин, и власть возвращается к пятилетним планам, с 1966 по 1970 идет восьмая пятилетка, то есть семилетка входит в этот счет планов, которые начинаются с 1928 года. Вот пятилетка, которую назвали золотой, потому что ресурсов добывается все больше, нефть, газ, все остальное, это дорожает на международном рынке, это приносит все больше доходов Советскому Союзу, так называемых нефтедолларов, строится около 2000 новых предприятий, начало строительства автовазов Тольятти, продолжается строительство Байкало-Амурской магистрали, бама, его строительство началось на самом деле еще при Сталине, но отложили очень дорого, а вот при Брежневе восстановили, и к 1980-м закончили, и к факту вы можете сказать, что это одна из самых протяженных железных дорог в мире. В ходе этих экономических реформ Столыпина осуществляется постепенный перевод предприятий на частичный хозрасчет, и теперь для предприятия основным показателем выполнения плана является не количество просто произведенной продукции, а количество реализованной, проданной продукции, а чтобы продукция продавалась, мы с вами знаем, что она должна быть качественной. И дальше предприятие, полученную прибыль сверх произведенного плана, вот если им сказали, произведите 5 пультиков для подсветки, а они их произвели, они такие крутые, а сверху еще 5 произвели, они продались, то эти денежки, полученные сверх, можно реализовывать на увеличение зарплат рабочим, на строительство жилищного фонда для рабочих, и при Брежневе тоже реализовывалось строительство многоквартирных домов, так называемые Брежневки, можно строить санатории, ясельки и так далее, и так далее. Ну и давайте мы с вами поподробнее на карте проследим, где у нас находится БАМ, вот, пожалуйста, он идет. Карандашик подключу. Вот у нас находится Обнинск, совсем недалеко от Москвы, вот у нас находится Тольятти и Байконур, конечно же, вот космодром, давайте мы с вами на него глянем, ну, думаю, вы уж про него точно знаете и помните, что оттуда осуществлялся запуск космических кораблей. Реформа в сельском хозяйстве. Повышаются закупочные цены на произведенную колхозами продукцию, колхозы получают повышенную стоимость за продукцию, произведенную сверх плана, составляются закупки на 5 лет, снимаются ограничения на вот эти участки, которые могут крестьяне сами обрабатывать после работы, и снижается подоходный налог, потому что продукцию, ну, получается, что если есть дачка, там что-то крестьянин производит, потом это продает у каких-нибудь железнодорожных станций, он как предприниматель, да, он с этого прибыль получает, значит, надо налоги платить, ну, вот этот налог на крестьян снижается. Но реформы, несмотря на огромные успехи, то есть люди получили возможность проявить свои таланты, и тем самым повысить свою заработную плату. Предприятия смогли получить повышенную прибыль и увеличивать производство, ну, как-то повышать качество производимой продукции. Начальники заводов теперь меньше обременяются указами сверху, но реформы были свернуты, потому что консервативные члены партии опасались потерять свое влияние в государстве, потому что складывается теневая экономика, так как не все начальники заводов честно выполняли свою работу, то и периодически вот эту полученную возросшую самостоятельность они пускали на то, чтобы незаконно произвести продукцию и потом незаконно ее сбыть. Ну, и вот эти преобразования, хозрасчеты, они требовали и дальнейших внедрений рыночных механизмов и противоречили командно-плановой экономике и идеологии, поэтому их было решено свернуть. А еще страны соцлагеря, по примеру Советского Союза, тоже решили проводить реформы, в том числе и экономики, это грозило распаду соцлагерей, потери Советскому Союзу контроля над ними, поэтому реформы с 70-х годов прекращаются. Ну, и для советской экономики, как будто бы, как мы посмотрим, по дальнейшему развитию событий, шанса уже не было выжить. И вот 70-х годов, когда свернуты реформы, собственно, у нас Косыгина, собственно, у нас и проявляется тот самый застой. Последующие пятилетки не выполняются в полной мере, деньги, которые появляются от реализации энергоресурсов на внешней арене, они разворовываются, в том числе, и коррупция никуда не исчезает. Они вкладываются нерационально, тоже без аналитики. Ну, может быть, вы слышали про такой эксперимент, повернуть русло Рекс-5, или что Аральское море использовалось слишком активно для орошения полей, и по итогу Аральское море высохло. Вот его нет. Море было, на многих картах, даже современных, мы как будто бы его еще можем увидеть, а если мы посмотрим фотографии или посмотрим фильмы, то там пустыня и куча кораблей, которые посреди этой пустыни стоят. Вот на что вкладывались деньги без аналитики. Вот о чем волюнтаризм. То есть он приносит не просто, ну, какие-то, знаете, такие неудобства в жизни граждан, они приносят такие последствия, которые влияют на жизни целых поколений и на всю планету Земля. Потому что опустынивание почв в одном регионе, оно, конечно, отражается и на других регионах. СССР отстает в научно-техническом прогрессе от стран Запада. Это было уже невозможно не замечать, но опять-таки деньги в основном вкладывались в военные технологии, в космические технологии в том числе. А вот в компьютеры их вкладывали недостаточно, и поэтому у нас сегодня вот своих каких-то таких компьютеров, мобильных телефонов, которые бы могли конкурировать на внешнем рынке, их нету. И если собственные телефоны в России производятся, то они просто стоят дороже. Потому что когда начинаешь с нуля или там с низкого уровня, чем где-то уже налажено производство, то, конечно, тебе это будет сильно удорожать. Вот эту историю. Будем смотреть, может быть, что-то случится, и мы догоним и перегоним, но пока нет. И коррупция, коррупция, она никуда не девалась. Теневой рынок, это такая нелегальная экономика, где и изнашиваются, потому что когда ты производишь на государственном заводе, на швейных машинках какую-то продукцию, ты изнашиваешь эти швейные машинки, а государство потом их будет закупать и тратить на это деньги. Потому что товары, реализуемые теневой экономикой, не подлежат налогообложению, бюджет опять терять средства, и это позволяет меньше вложить в соцсферу. Вот в чем штука. Когда мы недоплачиваем налоги, мы должны понимать, несмотря, да, там тоже можно услышать такой лозунг, что ну коррупция, зачем платить налоги, если вот депутаты, они себе по карманам это разложат, ну нет, мы должны понимать, что от наших налогов формируется медицинская сфера, формируются пенсии, формируется материнский капитал и так далее, и так далее. То есть каждая копеечка, заплаченная честным путем, во-первых, избавляет нас от судебных разбирательств, от ответственности, делает жизнь более спокойной, а значит более качественной, и еще влияет на все наше общество, в том числе и на нас сами. И возможно тогда и бесплатная медицина будет лучше, и бесплатное образование тоже будет расти в своем качестве. Такая немножко моральная минутка. Что же в социальной политике Брежнева случается? Рост зарплат, расширение товаров массового спроса на рынке. Опять-таки власть пытается сделать жизнь лучше. Телевизор, радиоприемники, холодильники, автомобили, но их не хватает. Людям иногда за всем этим приходится стоять в очереди. Либо те же деревушки, вообще ты просто не всегда можешь доехать в город, чтобы это приобрести. Или даже магазины с одеждой нужно ездить в город. Какая-нибудь семья, у которой там нет личного транспорта, а, например, до города нужно ехать. Вот расскажу вам тоже историю своего поселочка, в котором я родилась. Он от Смоленска находится в 100 с лишним километрах. И на машине ехать час, час с лишним. А автобус едет 2,5 часа. И все не понимали, почему так. Так, дороги уже соответствуют тому, чтобы ехать быстрее. Но автобус делает остановку в промежуточном населенном пункте на полчаса. И водитель как-то рассказал, что с советских времен расписание не менялось. И вот, пожалуйста, 2,5 часа потратить в одну сторону. Не все люди вообще были на это готовы. Не у всех были такие временные промежутки, свободные 2,5 часа еще обратно. И как бы да, количество товаров создается, но не всегда они доступны сельским жителям. А еще, если сельские жители наплывают в крупные города, то это создает опять-таки дефицит для местных жителей этих больших столичных городов. Того же Минска, Москвы, Киева, Баку. И это вызывает еще и такие претензии людей друг к другу, которые потом в том числе вылезут в межнациональные конфликты. Увеличивается комфортное жилье, увеличивается количество детских садов, санаторий, бас отдыха, пятидневная рабочая неделя. И государство держит цены на товары, потому что все магазины государственные, и государство ставит цены на товары низкими. И из-за того, что давление власти на общество после сталинских времен, совокупно хрущевские, брежневские, оно сокращается, оно снижается, и, как я уже сказала, если человек, ну даже между собой, там анекдотчики какие-нибудь политические рассказывает, литературу незаконную вот через сам издат реализует, но его могут прослушивать, но если власть понимает, что он не опасен, то его трогать в целом не будут. И это позволяет части населения чувствовать себя такими смелыми, чтобы выступать против советских властей, не соглашаться с их внутренней и внешней политикой, выступать ненасистственными методами. Они не призвали к революции, они не призвали к смене строя, и они, эти диссиденты, в первую очередь призвали соблюдать марксистско-ленинские заветы, соблюдать конституцию. Ну а какие формы протеста диссидентов? Составление писем в защиту осужденных, распространения сам издата, самостоятельного издания запрещенной литературы, публичные акции, например, после вступления советских войск в Чехословакию, вот за нашу и вашу свободу, ну, конечно, такие уже были арестованы. И здесь у нас происходит разгром журнала «Новый мир» отстранения Таврадовского от должности редактора, высылка Солженицына, высылка, то есть из страны, ссылка Сахарова, это уже внутри страны, запрет жить в определенных городах, судебный процесс над писателями Снявским и Даниэлем, которые были арестованы. И власть каким образом с этим борется? Сознается 5-е управление КГБ, прослушиваются телефоны, внедряются секретные сотрудники в коллективы, аресты, помещения в психиатрические лечебницы, часто люди обвиняли в шизофрении легкого течения, но принудительно назначали препараты, как мы понимаем, абсолютно здоровым людям. И ссылки, и высылки. Это мы можем использовать для задания 21, что в 1960-х годах власть применяла меры для недопущения роста недовольства внутри государства. И в 1980-м году происходят 22-е летние Олимпийские игры в Москве, в том числе строятся, например, такие на Юго-Западное, метро Юго-Западное, жилой дом в виде таких вот колечек, то есть Москва готовится, но так как в 79-м году советские войска были введены в Афганистан, то спортсмены капиталистических стран, для них это тоже была огромной трагедией, не смогли эти игры посетить, тем приказано было их бойкотировать. Теперь по внешней политике. Пражская весна или ввод советских войск, и, кстати, не только советских, но и блока ОВД в Чехословакию. Причина кризиса в том, что глава коммунистической партии Чехословакии Дубчик взял курс на построение социализма с человеческим лицом, экономические реформы, отмену цензуры. И, казалось бы, он не говорит, мы переходим в капитализм. Нет, он, опять-таки, хочет своим людям дать жизнь получше. Как кажется. Мы же не знаем, как оно бы там было, потому что все это реализовать в полной мере не удалось. Советский Союз очень испугался, что такие реформы начаты без его разрешения. Кто участвовал в введении войск в Чехословакию? Польша, СССР, Болгария, Венгрия и Германская Демократическая Республика. Дубчика отправили, но не расстреляли, в отличие от им Ренадия Венгерского. Разместили контингент войск в Чехословакии. Действия Советского Союза были осуждены мировым сообществом, но как бы капиталистические страны тоже такие хитренькие. Ах, а если социалист такой популярный, вот пускай эти страны, которые задумаются о социализме, посмотрят, что может себе Советский Союз позволить в случае проявления их самостоятельности. И расширяется диссидентское движение в Советском Союзе. Далее Брежнев провозглашает так называемую доктрину Брежнева или доктрину ограниченного суверенитета, согласно которой Советский Союз имеет право вводить войска в страны соцлагеря, которые вредят социализму или которые нарушают ценности социализма. В Советско-Китайских отношениях с 1969 года начинаются пограничные конфликты на острове Даманской у реки Амур, и только при Горбачеве удастся наладить дружественные отношения. И сегодня вот Союз Китая и Российской Федерации считается одним из самых крепких на внешнеполитической арене. С капиталистическими странами до 1979 года идет период разрядки, международной напряженности. Опять-таки, едерной войны уже никто не хотел, Карибский кризис всех напугал. Капиталистические соцстраны, ну, в первую очередь, Советский Союз, достигли паритета военного, то есть по разрушительной мощи их оружие примерно одинакового потенциала. Тогда зачем? Зачем его наращивать дальше? Наоборот, надо переходить к разоружению. И что же случается? В 1968 году подписывается договор о нераспространении ядерного оружия третьим странам, то есть государства сами должны ядерное оружие изобрести, тогда, наверное, они смогут им по уму распоряжаться, что равно не распоряжаться и никогда не использовать. СССР и ФРГ признают послевоенные границы. Так, извиняюсь, давайте мы это уберем. Дальше, в 1972 году президент Америки Никсон прибывает в Москву, и Брежнев, кстати, был в Америке, и они подписывают договор ОСВ-1 об ограничении стратегических вооружений. А потом, в 1979 году, был подписан договор ОСВ-2, но вот его уже из заведения советских войск в Афганистан Америка в полной мере реализовывать не будет. Также в 1975 году был осуществлен совместный полет Союза-Полон, советского и американского космического корабля. Это огромный успех политики разрядки, это обмен вот этим научным опытом между государствами. Из 70-х годов шли совещания касательно безопасности в Европе, недопущения новых военных конфликтов. Министром иностранных дел был Горомыков, Брежнев, конечно, в этом процессе участвовал. И в 1975 году в Хельсинске, в Старице, в Финляндии, был подписан заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. И создана организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, понятно, для контроля, соблюдения вот этих всех объявленных ранее норм. Что провозглашают? Уважение суверенитета друг к другу, уважение прав человека, свободы личности, немешательство внутренних дел государств. И вот эти все права личности, расширенные, нужно внести в Конституцию. Поэтому подписание Хельсинских соглашений является одной из причин издания новой Конституции в 1977 году. Ну и дальше такая тяжелая страница нашей истории. В 1979 году, кстати, долго принималось решение, долго там спорили, но все-таки в 1979 году, в декабре, советские войска вводятся в Афганистан. Для поддержки правительства, конечно, никто не думал, что этот ввод будет настолько долгим, целых 89 лет. Успеха по итогу на изменения внутри Афганистана это никакого не принесло. Против правительства боролись, ну, такие повстанческие отряды маджахедов, по сути, часто террористические группировки. Советские войска были не готовы воевать в такой климатический и природный, геологический просто местности. И вообще внутри Советского Союза история про жертвы афганской войны, про то, что вот солдат туда будут направлять, а часто не распространялась, и семьям, которым приходили погибшие, ну, как-то говорить об этом особо не полагалось. Но участие советских войск в войне в Афганистане привело к введению санкций, к концу разрядки, ухудшению отношений с капиталистическими странами, к тому, что каждый день на войну тратились огромные деньги, и это усугубляло кризис, и к падению авторитета партии внутри Советского общества. Людям было очень страшно, очень страшно за своих детей, около миллиона человек за 10 лет прошло. И от того, что вот власть скрывала некоторые моменты участия в афганской войне, это приводило к разочарованию в ней. В 82-м году Брежнев скончался, и к власти пришел Андропов, который ранее был главой КГБ. Руководил он с 82-го по 84-й, тоже уже пожилой человек. Вот 70, Брежнев умер в 75, Андропов, когда вступил на пост, 67. Мы знаем, что средняя продолжительность жизни мужчин в России по сегодняшнему неделю, она вот около этого, то есть на тот момент, когда уровень знаний о личной гигиене, о медицине у людей был меньше, то часто люди и жили, вот примерно столько. И Андропов будет управлять государством всего до 84-го года. Значит, он признает, что в советском государстве кризис серьезнейший. Он призывает, то есть по сути он создает базу для перестройки будущей. Он призывает с этим кризисом бороться. Кстати, ну как-то так, не замалчивать проблемы, те же коррупционеров раскрывать, потому что все знают, что коррупционеры есть, но сказать-то об этом стыдно, как-то у нас в государстве воруют. Он говорит, нет, нужно раскрывать, нужно забирать ресурсы. И что он делает? Объявляется борьба с коррупцией. Ужесточается трудовая дисциплина. Но это все внутренние ресурсы. Да, мы заставим людей каждую секундочку их времени на рабочем месте трудиться. Да, мы отберем у коррупционеров все, что у них есть. Но этот ресурс, он ограниченный. Все, когда-то это закончится. А кризис все равно никуда не денется. Ротация кадров происходит, то есть смена вот этих политиков, которые уже престарелые и не способны справляться со своими должностными обязанностями. И ужесточается борьба с диссидентами, которые, ну, подогревают вот это недовольство властью. А сейчас, типа, не до этого, да, эти кризис побороть, а потом будем думать, что делать. Во внешней политике в 83-м году над СССР был сбит пассажирский южнокорейский Боинг. И Рейган, новый президент Америки, объявляет СССР империей зла. Ну, то есть на 100, типа, это как теракт рассматривается со стороны Америки. Американские крылатые ракеты размещаются в ФРГ, Великобритании, Италии, направлены они на Советский Союз. А Советскому Союзу как бы на это сильно ответить нечем. Да, размещается в ГДР Чехословакии, но Советский Союз понимает, что он все равно перед американским оружием в более худшем положении находится. И в ответку в 84-м году советские спортсмены бойкотируют 23-е Олимпийские игры в США. То есть политика, она вот так вот вмешивалась в жизни обычных людей. Ну и посмотрите, правда, прирост национальный доход, объем производства, 18 министров. А вот крупные дела о коррупции, например, хлопковое дело в Узбекистане раскрыто. Но когда и Андропа Фурмер на пост генерального секретаря возвели Константина Утиновича Черненко, это как бы такой контролюционный реванш, коммунистический реванш. Вот эти политики, которые боятся, что у них тоже за душой не очень чисто, что их тоже могут сместить, они этого не хотят, они стремятся отодвинуть реформы. Они вот возводят Черненко, о котором говорят правила, не приходя в сознание. И, конечно, он, правда, не мог оказывать влияние на политику. То есть это попытка сохранить коллективное руководство и сохранить свои насиженные места. Ну и, наконец-таки, как-то нехорошо прозвучало, ну, в общем, наконец-таки мы походим к перестройке. В 85-м году Черненко скончался, и первым секретарем, генеральным, генеральным секретарем, конечно же, 11 марта был избран Михаил Сергеевич Горбачев, скончавшийся только в 22-м году. И свой пост он занимался с 85-го по 91-м. Посмотрите, кто при нем был, лица, которые нужно помнить для ЕГЭ. Рыжков, председатель Совета Министров, Шеварднадзе, министр иностранных дел, который потом будет президентом Грузии, и Яковлев, заведующий отделом пропаганды. Изначально никто не подразумевал, что перестройка обернется тем, что мы с вами о ней знаем. Горбачев объявил курс на ускорение научно-технического прогресса. Только потом объявил о той самой перестройке, введении новых методов хозяйствования, ход расчета, гласность начинается, чтобы бороться с этими консервативными коммунистами. И начинается политическая реформа. То есть это каждый раз как дополнительный шажочек к тому, чтобы кризис преодолеть. Ничего не работает. Оказывается, этих реформ слишком много в короткое время. И даже тот, кто не саботирует и не сопротивляется, вообще не догоняет, что здесь происходит. А все это еще сопровождается техногенными катастрофами, землетрясениями, продолжением войны в Афганистане, национальными конфликтами. И каждый раз, когда я читаю про то, что происходило во второй половине 80-х годов, это выглядит даже немножко страшнее, чем 90-е. Мне кажется, человек такой, ага, вот у нас взрыв на Чернобыльской АЭС, и, может быть, весь мир мог бы быть поврежденным. Потом землетрясения в Армении, а потом еще боевые действия и так далее, и так далее, и так далее. То есть голова, мне кажется, у наших бабушек, дедушек и родителей шла кругом. И что происходит в это ускорение? Во-первых, значительные деньги вкладываются в машинную отрасль, что безумно дорого и нерационально. Во-вторых, вводится госприемка, так называемая. Госприемка это комиссия, которая должна проверять качество производимого товара. Но так как это госприемка, хоть и из рабочих, но тоже контролируема партией, партия может надавить на эту структуру, потому что рабочие, как ни крути, рискуют своей карьерой, то госприемка не сработала. Проводится антиалкогольная кампания с 1985 года, согласно которой вводятся карточки на алкоголь, потребление алкогольно сильно сокращается, но и при этом вырубаются виноградники в Грузии. То есть власть вот такими привычными методами борется с тем, что ей не нравится. И той же Грузии был нанесен очень сильный ущерб, потому что винограднику нужно расти много-много лет, чтобы он приносил такой виноград, из которого можно делать хорошее вино. И вот это ускорение не удалось. Но от того, что пытались мобилизовать внутренние резервы, проводили эксперименты на предприятиях, а ряд предприятий уже были изношенными и требовали ремонта, а не увеличения мощностей, вот так 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции в районе реки Припять, это приток Днепра. Помните про это, пожалуйста, и для ЕГЭ, и в целом как очень и очень печальный человеческий опыт. Потом, когда все эти реформы не удались, Горбачев объявляет о перестройке. Дело в том, что многие политики просто саботируют вот эти предлагаемые преобразования, отказываются от них, не соблюдают, всячески вредят. И что в перестройку, собственно, у нас будет реализовываться. Издается закон об индивидуальной предпринимательской деятельности, люди уже могут, ну там, что они делают? Ездят в Китай, едят в Турцию, в Польшу, завозят товар и продают его на советском рынке. Но власть все еще регулирует цены, и власть этих индивидуальных предпринимателей облагает огромными налогами. Закон о кооперации, когда мы с вами можем объединиться и договориться о том, сколько прибыли будет между нами перераспределяться. И закон об аренде и арендных отношениях. То есть у государства можно арендовать площади и торговать. А также выходит закон о государственных предприятиях, согласно которым предприятия превращаются в самостоятельные хозяйственные, экономические единицы, сами могут выбирать себе партнеров, покупать сырье, реализовывать продукцию. Но здесь нужно понимать, если я какой-нибудь маленький заводник на территории Смоленской области, вряд ли я имею контакты с каким-нибудь сегодняшним Газпромом. И наоборот, какое-нибудь крупное предприятие, его руководство, имеет классные связи. То есть вот это панибратство, оно очень сильно здесь начинает играть, и это не позволяет создать хорошую рыночную экономику. И при этом от разрешения ухода в индивидуальную предпринимательскую деятельность, а государственных зарплат людям уже не хватало, потому что вот есть, как бы формируется свободный рынок, там цены высокие, а с тем, что я получаю, ну, не очень ты и проживешь. И кадры утекают, учителя, врачи, ученые уходят торговать, ну, как тогда их торгаши, торгашество, это такое не очень приятное, как обзывательство, по сути, в какие-то времена. Ну, и сейчас вот носит такой торгаш, это как будто бы такой пренебрежительный относительный человек к человеку. И мы понимаем, что для людей в том числе это было тяжело, они положили жизнь на обучение, на какие-то научные опыты ради какой-то идеи, но от того, что им не хватает средств на жизнь, они вот уходят в такую профессию. И это сегодня мы с вами говорим, о, индивидуальный предприниматель вышел на Вайлдберрис, там, что-то себе сделал, вот какой он крутой. Тогда, ну, все-таки, да, к людям, которые торговали на клетчатых сумках на рынке, относились, ну, так, может быть, у тебя и есть деньги, но на какой низкой работе ты трудишься. В общем, это вносило еще такие некоторые эмоциональные преграды в данное занятие. И к 90-му году, когда все эти меры не помогли, думают о переходе к рыночной экономике. Была программа Абалкина, была программа 500 дней, но ни одна из них именно в Советском Союзе не будет реализована. Помните про это, пожалуйста. То есть в Советском Союзе прям рыночной экономики, настоящей, в полном понимании, создана не будет. Почему провалились реформы Горбачева? Потому что неэффективность вот этой советской модели, нельзя внедрить рыночные механизмы, но при этом сохранять государственные цены, вмешиваться в деятельности индивидуальных предпринимателей. Кстати, вот несмотря на санкции, мы же видим, и президент на это указывает сегодня, что посмотрите, а экономика-то наша стоит, и мы не увидели там сверхгиперинфляции, и бизнес идет, и считается, что это вот и удалось достигнуть благодаря тому, что вот последствия 90-х годов либерализации цены всего остального создали рыночную экономику, и вот теперь пожинаем плоды. А здесь власть все-таки сильно вмешивалась. Отсутствие у руководящих деятелей, которые даже, может быть, самоотвержены, трудятся, понимание развития рыночной экономики. Диспропорции экономического развития, нефть советскую пока не сильно-то кто покупает, тем более, что цены на нее сильно, падает война в Афганистане, все еще идет, и каждый день на нее деньги тратятся вот эти техногенные катастрофы. Вы представьте, сколько средств потрачено на ликвидацию, на последствия землетрясений, и вот трудности конверсии, трудности перевода из плановой экономики в рыночную, то есть на это нужно время. И при этом есть субъективные факторы, такие как непоследовательность реформ Горбачева, дезорганизация производства из-за слишком скорых преобразований, и ряд политиков саботировали, потому что хотели сохранить свои должности, и также ряд работников, стремясь к личным каким-то выгодным, все еще продолжали, например, теневую экономику развивать. Чтобы побороть вот этих консервативных политиков, Горбачев придумывает гласность. Гласность — это снятие запретов, постепенное, кстати, но не то, чтобы цензура была отменена не сразу, только вот посмотрите, в 90-м году полная отмена цензура, это разрешение печатать ранее запрещенные произведения, это, конечно же, раскрытие преступлений советских властей, и массовая реабилитация практически повсеместно, это поощрение разности мнений, это поощрение публичных дискуссий, но проблема в том, что в этих тяжелых условиях, когда доходность людей сильно снижается, покупательная способность снижается, они и так недовольны властью, а тут еще и какие-то неудачи этой власти и режима раскрываются, и это только вредит и лично Горбачеву, и ставит под вопрос само существование Советского Союза. Вот здесь, что в рамках гласности реализуется, какие книги печатаются, какие фильмы снимаются, ну и не все люди были согласны с гласностью, то есть это классно, мы должны помнить, что в демократических государствах нам нужно мириться, нет вот четкой идеи, что типа так хорошо, вот так плохо, как при господстве идеологии в предыдущие годы, но мы должны понимать, что не все выступают за демократию, и такое мнение тоже имеет место быть, и мы должны его уважать. Вот что, пожалуй, здесь будет ценностью. Поэтому Нина Андреева написала письмо в партию, его напечатали, вот эти вот консервативные политики, и появилась статья 1988 год, вас могут об этом спросить в задании 13, не могу поступиться с принципами, где она говорит, ну, во-первых, что вы на Сталина кинулись, не все это правда, а во-вторых, а себя покритиковать не желаете, и действительно-то, ну, Горбачев не то чтобы свои ошибки замечал, и когда он даже объявил о выборах в различные партийные органы, себя-то он на выборы президента не отправил, побоялся конкурентов. И вот это письмо назвали манифестом антиперестроечных сил, что это как будто бы, знаете, такая утка, такая подстава, что вот есть небольшой круг лиц, который не способен, не согласен с гласностью, и они как бы вот это вбрасывают, но на самом деле большинство, это как бы диверсия, вот так мы с вами назовем, но большинство такого мнения не поддерживаются, что, кстати, было неправдно. Большой круг лиц имели такой же взгляд, как и Нина Андреевна. Ну, эта статья показала, что общество так же и дезорганизовано, и что общество не монолитно, что в нем есть разные группы с разными взглядами. Последствия гласности, ну, конечно, реабилитация, это неоценимо, это позитивно, при этом падает авторитет партии, и вот стабильность Советского Союза, шок и рассеренность большой части общества, когда люди понимают, что их отца, например, расстреляли просто. Он ничего не предатель, а еще, может быть, человек искренне верил, что его отец предатель, шпион, что-нибудь такое, а на самом деле нет, он чистый, там, честный человек, а с ним такое случилось, и вот, типа, кто-то жил без отца, или без матери, или сам посидел в лагерях, а потом оказалось, что да нет, это не ошибка какая-то, это преднамеренная история. И к позитивному мы, конечно, с вами можем отнести открытость культуры, то, что люди получили возможность в полной мере познакомиться с культурой, во всем ее многообразии, в том числе и с теми произведениями, которые создали жители бывшей Российской империи, которые уехали за рубеж, или там те же советские граждане, которые писали в стол. Во внешней политике реализуется новое политическое мышление, и это отказ от конфронтации с Западом, никто еще не говорит, что социализм не строится, никто не говорит, что социалистического лагеря не будет. Мне кажется, это моя субъективная точка зрения, здесь никогда, если вам кто-то скажет вот точно так, и никак иначе, ставьте это под сомнение, но мне кажется, что Горбачев не стремился разрушать Советский Союз, и не то, чтобы ему дали денег американцы, чтобы он такой ха-ха-ха, как злой клоун, да, как кукловод взял и Советский Союз превратил в прах, но иногда людям свойственно ошибаться, и всем людям свойственно ошибаться, другой вопрос, что сколько стоит эта ошибка, и, значит, новое политическое мышление, Советскому Союзу очень нужны кредиты, очень нужна торговля, чтобы преодолевать экономический кризис, и вот путем этого налаживания, по своей инициативе отношений с капиталистическими государствами, пытаются задачу выполнить. Вот министром иностранных дел был Шеварднадзе, считается, что он был слишком уступчивым, чрезмерно. Что происходит? Горбачев встречается с президентом Америки Рейганом, они договариваются о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о том, что выводятся войска из Афганистана, это долго длилось, только к 89-му году стало возможным осуществить, и, кстати, Горбачев получил Нобелевскую премию мира за это действие. И подписывается договор СНВ, стратегические наступательные вооружения СНВ-1. Сокращаются вооруженные силы Советского Союза, выводятся советские войска из стран СУС-лагеря, что, конечно, это приводит к утрате влияния, но при этом это позволяет экономить огромную кучу денег, которых в рамках вот этой инфляции и дешевых ресурсов на внешнем рынке все равно не хватает. Горбачев налаживает отношения с Китаем, государство отводит войска от границ и возобновляет переговоры о спорных территориях, кстати, уже в современности, еще чуть-чуть территорий малюсеньких Китая все-таки будет отдано. Распадается соцлагерь, когда Советский Союз выводит свои войска, отказывается от такого жесткого регламентированного контроля, то и в этих странах происходят мирные революции, вот эта соцвласть, она уходит, проходят демократические выборы, и, кстати, многие эти государства потом опять вернутся к коммунистам, которые победят в парламентах. Но, значит, что у нас случается? Вот в Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии происходит ненасильственная смена власти, ну и только в Румынии такой диктатор Чаушеску был расстрелян, возможно, видели, ну, такая вот знаменитейшая фотография, где тело его и его жены следователями вот так вот краской обведено, ну, как и при любом расследовании, ну, и она какая-то такая знаковая, можете поподробнее об этом деле почитать. А потом, в 89-м году сносится Берлинская стена, до этого канцлер ФРГ Гермут Коль приехал в Москву, Горбачев дал согласие на объединение Германии, смотрите, еще у Горбачева до сих пор запрашивают, а не будет ли Советский Союз вот эту Восточную Германию отстаивать. Многие советские граждане пожили в ГДР, кстати, даже там муж моей тети, собственно, был военным, служил в ГДР, ну, когда Германия объединилась, понятно, что большинство этих людей вернулись обратно сначала в Советский Союз, потом стали гражданами Российской Федерации, но Гермут Коль, конечно, очень опасался, что Горбачев будет защищать так как зону своего влияния, и мало ли, опять до войны дойдет, но нет. И в 90-м году вот, собственно, обе Германии объединились и существует ФРГ. Еще когда ФРГ создавался, когда Тризон объединялась, было заявлено, что если когда-то ГДР, ну, восточная часть будет присоединена, то, конечно, по закону ФРГ. Капитализм, демократия и вот это все остальное. Каковы итоги нового политического мышления? Была прекращена гонка вооружений и мир выдохнул, потому что, ну, вот, казалось, что идея Третьей мировой войны отодвигается далеко и надолго. Растет авторитет Горбачева в мире, опять-таки, Нобелевская премия мира, его чествовали, его обожали до сих пор, ну, вот даже смерть Горбачева, она как будто бы с большей горечью в мире воспринималась, нежели в постсоветском пространстве, потому что у людей много обычных, а очень много обид Горбачева. И как раз-таки я была на одной встрече, в этот день, когда он скончался, конец августа, ну, уже такое позднее время, и, собственно, с нами была женщина, которая работала в государственной больнице в те времена, ну, какой-то такой знаковой для Москвы, она с Горбачевым виделась, говорит, вот он приезжал, и это вроде бы очень обходительный человек, ну, как же я его не люблю, обычные люди рассказывают всякие вещи, как им Горбачев запомнился. И Советский Союз не получает те кредиты, на которые рассчитывал, потому что внутренняя обстановка в нем очень нестабильная, при этом позиции Советского Союза, а потом России, как правоприимцы в мире, сильно падают. Ну, и мы должны помнить, что СЭФ и ОВД будут упразднены, распущены в 1991 году. Политические реформы для нас очень важны, происходит демократизация политической системы в 88 году на 19-й партийной конференции, что важно, не на съезде, партийная конференция предшествует съезду, и на ней как бы обсуждают заранее, о чем мы на съезде будем обсуждать и принимать. И на этой 19-й конференции, год которой очень нужно знать, определяется, что будет создан новый орган Съезд народных депутатов, который сформируется на основе демократических выборов. И вот эти выборы в 89-м году прошли, и первый съезд народных депутатов, вот он у нас, на нем избрали Верховный Совет Советского Союза, и на нем создалась оппозиционная Горбачева, межрегиональная группа, туда, кстати, входил Сахаров, и Сахарова захлопывали, чтобы он, Сахарова вернули из ссылки, из Горького, но Сахарова захлопывали, чтобы он не мог, чтобы никто не слышал, что он говорит. А потом для нас огромную значимость имеет Третий Съезд народных депутатов, и они, кстати, по примеру Советского Союза, всего государства, будут создаваться в республиках. Вот на этом третьем съезде вводится пост президента Советского Союза без выборов назначают Горбачева. Он первый и последний президент в СССР, и отменяется шестая статья Конституции, согласно которой только члены партии КПСС могут занимать госдожности, и это создает многопартийность, и таким образом у нас возникает Либеральная Демократическая партия Советского Союза, Садемократическая партия, Движение Демократической России, Национальных партий, кстати, было достаточно много, потому что вот эти национальные конфликты, они уже сильны обществом. И вот начинается как раз его проявление парад суверенитета. Республики в первую очередь Прибалтика, особенно после того, как был опубликован секретный протокол к пакту Молтова-Риббентропа, здесь эти республики принимают декларацию независимости, согласно которой республиканские законы будут выше по значимости, нежели законы советской власти. Ну, представьте, если сегодня Рязанская область скажет, что ее законы выше, чем законы Российской Федерации, чем законы президента, например. Ничего себе, да, заявочка. и, конечно, ну, это такой сепаратизм по сути. Итак, многие республики принимают такие декларации, в том числе 12 июня 90-го года, декларация о государственном суверените Российской Республики в составе СССР, и тем самым этот день празднуется как День Независимости. Молю вас, запомните, это еще в рамках Советского Союза, Советский Союз не распался, Россия никуда из него не вышла, но ее законы теперь становятся выше, если это понадобится, чем законы властей Советского Союза. Ну, и посмотрите, какие у нас здесь межнациональные конфликты, армянно-азербайджанский конфликт на Горном Карабахе, Грузия с Абхазией, Грузия с Южной Осетией, потом это же все, как бы, оно никуда не делось, в Тбилиси происходят антирусские митинги, в Приднестровье, и люди говорят, что они массово просто бежали, потому что, ну, ресурсов очень мало, и кажется, что наших ресурсов на местах, например, в Грузии хватит вот для нас, грузин, а здесь и русские, и белорусы, и украинцы, кто-нибудь вот прибалты, уезжайте, уезжайте, пожалуйста, в свои республики, и, конечно, ну, там, по всем республикам такие процессы шли, и это уже такой последний шашочек, распаду Советского Союза. Ну, и Горбачев пытается преодолеть распад СССР, и весной 91-го года проходится союзный референдум о сохранении Советского Союза, и большинство республик высказались за, кроме Прибачки, там, за Кавказье, и на даче в Новогоогорево, в резиденции, обсуждается проект этого нового союзного договора, и его подписание означается на 20 августа, предполагается, что новое государство, оно как конфедерация, где все республики по-честному будут равны друг с другом, вот новое название этого государства СССР, Союз Суверенных государство, как предполагалось, но Горбачев перед подписанием этого нового союзного договора в августе полетит в отпуск в Форос, и там его заблокируют, давайте чуть-чуть, до 12 июня 1991 года, ровно через год, вот как бы есть пост президента СССР, главы республик тоже хотят, и, по примеру, вводятся такие посты, но голосование здесь прям открытое, и 12 июня 1991 года Ельцин победил на президентских выборах Российской Республики как часть, он как, ну, представьте, как Рамзан Кадыров в Чечне, да, то есть это глава части единого государства, а вот теперь мы переходим с вами к подписанию нового союзного договора, которого не состоялось, Горбачев уехал в отпуск, в Форосе его заблокировали, и ряд консервативных политиков создают Государственный комитет по разрешенному положению, который мы именуем ГКЧП, туда входили Янаев, вице-президент Советского Союза, опа, да, как бы правая рука Горбачева, Павлов, председатель Совета Министров, и, ну вот, Язов иногда встречают, это самые такие яркие лица, ГКЧП вводят чрезвычайное положение, в первую очередь в Москве, и объявляют, что, ну вот, Горбачев не может больше, конечно, они не говорят, что они арестовали Горбачева, говорят, Горбачев не может, силу разных причин, выполнять свои обязательства, а государственная гласность уже, и вот они дают интервью, и одна журналистка молоденькая, она сейчас говорит, я вообще не понимаю, как я могла это сделать, она говорит, вы осознаете, что осуществляете переворот, и она, ну, как бы ее за это арестовать могли, люди не понимают, вот эти новые лица, они что будут делать, может быть, они будут арестовывать, может быть, расстрелы-то еще были, смертная казнь еще была за разные виды преступлений, и они сидят на ее, мы просто такие, ну, как бы, бла-бла-бла-бла-бла, не очень-то что-то активно ей отвечают, то есть очень смелая, очень молодая, но, конечно, приход к власти вот таких консервативных политиков, он был опасен для демократов, он был опасен для вот этих новоявленных индивидуальных предпринимателей, и Ельцин, как глава российской республики в составе СССР, как безумно популярный на тот момент, он призывает население Москвы сопротивляться ГКЧП, а танки вообще-то введены в столицу, и вот от танков погибли три человека, Дмитрий Крамар, Илья Кричевский, Владимир Усов, они могут встретиться вам в тексте, например, в задании в 6 или в задании в 13 и подсказать, о каких событиях идет речь, и по итогу путь ГКЧП, ну вот все-таки демократические силы, они одержали победу, путь ГКЧП, поэтому называется пучем, был свернут, этих лиц арестовали, потом их, кстати, отпустят, Горбачева тоже отпустили, но не произошло подписание нового союзного договора, но упал авторитет Горбачева и еще большее количество республик больше не хотят ничем себя связывать с СССР, и наоборот возрос авторитет Ельцина в этой ситуации, и 8 декабря 1991 года, что важно, без приглашения Горбачева главы трех республик, российской Ельцин, Украины Кравчук, Белоруссии Шушкевич, собираются на территории Белоруссии в Беловежской Пуще и подписывают договор, ну, во-первых, они говорят, что СССР больше не существует, они подписывают соглашение о создании Содружества независимых государств, СНГ, которое открыто для расширения потом большинство бывших республик Советского Союза сюда вступят, и тем самым создадут себе благоприятное экономическое пространство, люди между республиками смогут перемещаться по внутренним паспортам, отказались, Эстония, Латвия, Литва, Грузия, это по таким понятным на тот момент их причинам. И почему три эти лица? Смотрите, СССР в 22-м году создавался России, Беларуси, Украины и за Кавказием, которая состояла и Грузия, и Азербайджан. За Кавкази, говорит, я вообще с этим ничего общего иметь не хочу, ну и вот остается только этим троим договариваться. И 25-го декабря Горбачев заявляет о сложении полномочий и над Кремлем вместо советского флага поднимается российский флаг. Мы понимаем, что Горбачев мог также там танки ввести, еще что-то, мог призывать своих сторонников выходить за него, а кто-то же все-таки был его сторонником, хотя минимальное число. То есть здесь мы должны отдать ему должное, что он не обострял ситуацию, хотя как для политика тоже вопрос. Ну это не очень законно то, что произошло. Он президент государства и без его ведома вот так вот государство разделили. Опять-таки очень-очень Горбачев противоречивая личность. И мы с вами переходим уже к современной России. Здесь случается шоковая терапия, разгон парламента, принятие конституции, дефолт и ну тоже национальные конфликты определенные. Что такое терапия? В главе правительства стоял временно исполняющий обязанности Егор Гайдар, который объявил о либерализации цен, о том, что государство отказывается цены регулировать и понятно они сначала ну вот предприниматели захотят сверхприбыли и цены взлетят, но когда предприниматели поймут, что люди за такую цену товары покупать не готовы, цена стабилизируется, ну кажется за короткий срок. Происходит ваучерная приватизация предприятий, когда стоимость промышленных предприятий была примерно посчитана, разделена на количество населения и каждому человеку выдали бумажку, ваучер, как возможность акционирования ее в предприятии. Хочу сегодня Газпром купить, иду, покупаю акцию Газпрома, а тогда тебе дали бумажку и ты тоже идешь куда я хочу ее вложить. И кто-то, ну мало людей на самом деле на этом смогли что-то хорошее поиметь, большинство свои ваучеры потеряли, отдали, за бесплатно, хотя на это не рассчитывали, и таким образом часть предприятий оказались у узкой группировки лишь путем не всегда самых законных действий. В ходе шоковой терапии расширяется рынок различных товаров, потому что все ограничения на это сняты, и осуществляется приватизация жилья, которая, кстати, идет по сегодняшний день. Тот жилой фонд, который выдавался населению бесплатно в Советском Союзе, люди смогли обратить частную собственность и дальше распоряжаться как хотят, продавать, обменивать, передавать по наследству и так далее. Вот ваучер, как он выглядит, приватизационный человек, в последствии рыночных реформ рынок правда наполняется товарами, что хочешь, то и покупай, как обозревают психологи, что человек становится в капиталистическом мире более несчастлив, в капитализме в том смысле, которому у нас сейчас буйство, становится более несчастлив, чем в те времена, когда выбора меньше, в семейной жизни, вот как, пожалуйста, общайся с кем угодно, с любой точки земли, сложнее там создать семью, сложнее найти себе пару, сложнее выбрать себе там технику, сложнее выбрать куда поехать отдыхать, и так далее, и так далее, то есть, это создает какой-то бесконечный мыслительный процесс в голове, человек часто теряется, чувствует стресс, и чувствует себя растерянным, вот такое интересное последствия, заложенные основы рыночной экономики, мы об этом уже с вами поговорили, что вроде бы это неплохо сработало на сегодняшний день, сложилась банковая система, при этом снизилась оборонная мощь страны, потому что денег меньше вкладывается в военку, упало промышленное производство, вот как раз таки тяжелого производства в том числе, не только военка, но в целом, неконтролируемая инфляция, гиперинфляция огромнейшая, которая нам с вами просто и не снилась, растет бюджетный дефицит, значит власть не может исполнять свои обязательства по выплатам зарплат госслужащим, а это в том числе учителя, бюджетники, учителя, это те же военные, это медики, научные сотрудники, и происходит отток населения за рубеж, где они могут претендовать на зарплату, при этом осуществляется рэкет и бандитизм, нелегальная преступная деятельность, часто очень опасно, формируется слой предприятий, но также и олигархов, сокращается потребление продуктов и вообще качество потребляемого еды населения, изменяется психология людей, они больше готовы брать на себя ответственность, они понимают, что если ты отдал свой ваучер кому-то, кто обещает тебе прибыль в тысячу процентов, наверное, здесь что-то не так, и надо дальше, или если ты вложил свои деньги в МММ, то потом надо как-то более критично оценивать свои поступки и думать о последствиях, чему мы с вами учимся уже сегодня, ну и почему все это случилось с Россией и ее населением, из-за ухудшения экономики, произошла массовая эмиграция специалистов, утечка умов, то есть люди своим талантом не могли подсказать, что делать, не могли принести пользу государству, а это ну прям сотни тысяч людей, у населения отсутствовала хозяйственная экономическая культура, у общества отсутствовало понимание личной ответственности, а когда человек отдал свой ваучер, он же говорит, а это государство меня обмануло, то есть человек же конечно не хочет на себя брать вину за случившиеся, люди были подвержены психологии веществ, люди не умели сберегать средства, часто, а еще же ну вот инфляция, потом дефонт, люди такие, появились деньги, надо их срочно потратить, не скопить, потому что а вдруг они обесценятся, а вдруг украдут, а вдруг еще при этом уровне преступности, да, представляете, то есть кражи тоже были очень частыми, и там, и цыгане, тоже я помню свое детство, хотя это уже нулевые года, там на рынках люди ходили с сумками, которые у них вот чуть ли не вот так, или где-то там что-то привязано, деньги в мешке, где-то там у тебя на рукаве, потому что ходили цыгане, кто-то еще, какие-то гипнозы, не гипнозы, сумку ножами разрезали, что-то вытаскивали, но буквально каждый поход на улицу для людей, он был опасным, и люди пытались свои деньги как можно быстрее реализовать, а мы знаем, что если человек живет в ноль, либо человек живет в док, то он не может каститься на лучшее свою жизнь, там через образование, не может вложить средства, чтобы открыть какой-то бизнес, или что-то подобное, то есть у человека исключается возможность к риску, это уж мы не говорим о том, чтобы пойти в клинику, где более качественные услуги, о том, чтобы переехать, если требуется, и так далее, ну и производство российское, к сожалению, было очень слабо конкурентно способным, и те же более дешевые товары из-за рубежа, они не позволяли русской продукции хорошо продаваться на внутреннем рынке, а дальше случается конфликт, параллельно вот этим экономическим реформам, случается конфликт президента с парламентом, который тогда именовался Верховным Советом, понятно, вот эта советская система, мы же ее не можем вот так вот за раз преобразовать, нужно с ней как-то работать, понятно, что России как новому государству нужна новая конституция, и вот из-за ее разработки случается конфликт, парламент говорит, нужный сильный парламент, а президент говорит, нужна сильная президентская власть, кстати, парламент Гельцин несколько раз объявлял импичмент, и что у нас случается, Гельцин пытается так в обороте парламент, объявляет референдум весной 93-го года, кстати, Гайдара отправили в отставку, ну, в том числе, как такого козла отпущения, люди крайне недовольны экономическими реформами, уровнем своей жизни, надо найти виноватого, говорит, ну, Гайдар, Гайдар не справился, и весной 93-го проходит референдум за отставку правительства, большинство населения, парламента, простите, большинство населения голосует за, а потом, 3-4-го октября, парламент этому не подчиняется, 3-4-го октября 93-го года происходит штурм Белого дома, и так как армия поддержала президента, то парламент действительно был упразднен, тот, который существовал, и дальше уже в декабре 93-го года происходят выборы в новый парламент в Государственную Думу, первая была так называемая экспериментальная по 95-й, а вообще Дума учреждалась на 4 года, и только в 21-м веке уже есть срок повысит, и Дума будет заседать 5 лет, и происходит голосование за Конституцию, первую для Российской Федерации 12 декабря 93-го года, и в 20-м году эта Конституция претерпела поправки, в 96-м году произошли выборы президента, здесь был Зюганов, Дик Горбачев, кстати, выдвигал свою кандидатуру, был такой кандидат, как Лебедь, ну и да, книжка распространена и написана иностранным агентом, Ельцин на этих выборах победил, это его второй президентский срок, Конституции в принципе разрешено два срока подряд, поэтому мы понимаем с вами, почему Ельцин уйдет в отставку, раньше сложит себя полномочия, если бы он этого не сделал, весной 2001-2002 года он бы также ушел с поста, тогда, ну как-то вот он говорит, я же сам придумал вот эти нормы, вместе с народом, конечно, но тем не менее, надо их соблюдать, в 98-м году происходит дефолт, государство не выполняет свои обязательства по государственным краткосрочным облигациям, называлось тоже ГКО, население, ну, масса своей, государству не доверяет, и до сегодняшнего дня, хоть государство хорошо сейчас выполняет свои обязательства, по вкладам населения, люди очень боятся, что типа, вот мы когда-то вложились, и государство сказало, что оно банкрот, и выплатить нам обратно не может, и типа, а-а-а, лучше тогда деньги хранить под подушкой, ну, и, что касается территориального федеративного устройства, Россия была объявлена федерацией, в ней могут существовать субъекты с разным политическим статусом, субъектом, чеченская республика, кстати, республика Татарстан, и многие другие республики поначалу отказывались этот федеративный союз подписывать договор, и, если с другими удалось договориться, то с Чечнёй отношения складывались сложнее, всего с 94-го по 96-й шли прям боевые действия, но, вот, в рамках всех этих президентских выборов были подписаны Хасавюртовские соглашения между Россией и Чечнёй, и Россия согласилась вывести федеративные войска из Чечни, но с 1999-го года началась вторая чеченская кампания, и Ахмат Кадыров, отец Рамзана Кадырова, вот, он всё-таки договорился с федеральной властью, кризис был регулирован, кстати, сам он погиб от рук террористов потом, и вот по сегодняшний день постглавы республики занимает его сын, и во внешней политике был принят устав СНГ, создано Евразийское экономическое общество, союзное государство России и Белоруссии, заключённое СНВ-2 с Америкой, Россия вступила в МВФ, в Совет Европы, но приостановил участие в 2002-м, и вошла в Большую Восьмёрку, но была исключена в 2014-м, а в конце 1999-го года, во второй половине, премьер-министром становится Владимир Путин, далее происходят выборы в Государственную Думу, где побеждает партия Единства, которая потом поддержит на президентских выборах Владимира Путина, и 31-го декабря 1999-го года Борис Николаевич Ельцин слагает себя полномочия и обязанности президента переходят к премьер-министру Путину, а весной 2000-го года, когда произошли президентские выборы, Владимир Путин был населением на выборах избирать главой государства, и посмотрите, пожалуйста, Путин занимал два президентских срока, с 2000-го по 2004-й, потом с 2004-го по 2008-й, вот главы правительств, потом с 2008-го по 2012-й президентом был Дмитрий Антонович Медведев, вот глава правительства, с 2012-го по 2018-й, а Дмитрий Медведев увеличил президентский срок до шести лет, не для себя понятно, а это как бы реформа на будущее и срок Госдумы на пять лет, с 2012-го по 2018-й президентом был Владимир Путин, и с 2018-го по 2024-й также президентом был Владимир Путин, и в 2024-м был и есть, и в 2024-м году нас ждут очередные президентские выборы уже очень скоро. Ну что, на этом все, так мы с вами пробежали всю отечественную историю, надеюсь, вы узнали для себя много интересного, нового, и смогли систематизировать всю информацию в своей голове.